Депутат Госдумы Виталий Милонов, это серьезная тема, Виталий Милонов, значит, предложил создать на госуслугах специальный раздел для поиска партнера. К соответствующей обращению он отправил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Жадаеву. Необходимость, значит, в создании отечественной службы знакомств возникла после ухода из России зарубежных дейтинг-сервисов. Это сервисы свиданий. Однако, это все еще актуальная для России история, пояснил Милонов. В беседе с газетой РУ он объяснил, что портал позволит идентифицировать людей и не допускать к переписке ботов и агентства, а также защитит граждан от мошенников. Большинство россиян, 79%, выступили против идеи создать раздел для знакомств на портале госуслуг, показал опрос издания «Комсомольская правда», в котором приняли участие почти 6 тысяч человек. Основной аргумент был о том, что госуслуги – это серьезный ресурс, который должен использоваться только для документа оборота и решения каких-то ключевых вопросов. Но при этом 20% респондентов восприняли инициативу позитивно. А 11 из них посчитали такие знакомства удобными, потому что в профиле человека можно будет узнать всю информацию, например, был ли человек в браке, есть ли у него дети, есть ли какие-либо кредиты, ну и прочее-прочее. Еще 9% отметили, что такие знакомства будут более безопасными, потому что пользователи будут регистрироваться через свой официальный профиль. Тему отношений продолжим с нашей гостью в студии Алена Наумова, психолог. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, тема вот этих всех сайтов знакомств в последнее время, очень часто можно услышать разговоры на эту тему. Почему люди туда идут? Потому что хотят общаться, встречаться, знакомиться, не только для того, чтобы заключать браки и серьезные устойчивые отношения, но и вообще чего-то такого вот хочется всегда и всем. Ну, потому что, если так посмотреть, мы там в течение дня энное количество людей встречаем там, да, тут мы пошли там, пошли на дороге, не знаю, на улице, в магазине. Этого недостаточно получается? Нет, этого недостаточно, потому что мы хотим встречаться, влюбляться, вступать в какие-то отношения. Кто-то хочет это делать по переписке, кто-то хочет это делать вживую, очно-заочно. Мы хотим совершенно другого качества и уровня отношений. Знаете, для меня, как для человека современного, одним из самых главных благ вообще цивилизации является возможность выбирать. То есть наличие выбора какого-либо для меня очень важно. И вот, казалось бы, вот дейтинг, вот эти сервисы, сервисы знакомств, они вроде дают возможность выбирать. Но с другой стороны, тут какой-то морально-этический какой-то вопрос. Вот ты сидишь и свайбаешь, значит, пролистываешь, а не просто ж пролистываешь, а ты людей пролистываешь. Как вы считаете, это нормально? А что меняется? Мы свайпаем или мы в реальной жизни встречаемся в том же кафе с большим количеством людей? Мы приходим в какие-то, ну, увеселительные места, куда мы приходим отдыхать. А там сидят женщины, девушки, девочки, там сидят мужчины разного возраста. Ну и так же мы проходим мимо, да? Мы точно так же мимо проходим, мы так же их разглядываем и так же обсуждаем на предмет, а получилось бы, а возможно было бы, но так вот ничего вроде бы. Вот поэтому от того, что у нас есть возможность это делать посредством каких-то коммуникаций на ладони, да, и в жизни, а что меняется? Мы все равно выбираем, и каждый день выбираем. А вот что касается вот этого предложения, да, вот этого приложения, о котором тоже все больше разговоров в последнее время, по поводу того, что сайт знакомств, где там и кредитная история твоя будет, и недвижимость, и движимость на тебя оформлена, был ли ты в браке, не был ли ты в браке, есть ли долги. Вот такое деление, такая классификация, она… Отчасти да, отчасти да. Понимаете, все хотят гарантии. Вот проблема человечества, имея огромное количество средств к выживанию, к комфорту и к выбору, да, мы имеем возможность выбирать. Все равно мы хотим гарантии устойчивости и стабильности, и кому-то действительно вот такая открытая история, да, и скорее это будет уже для людей, может быть, я хотела сказать взрослых, а потом подумала о том, что, ну, в любом возрасте хочется стабильности, да, и серьезных уже отношений. Не только же девушки хотят выходить замуж за серьезных мужчин, есть мужчины, которые хотят строить серьезные уже отношения, у меня в практике это было, и поверьте, это возраст не 50+. Вот, поэтому, конечно же, для кого-то, это вот опять же к выбору, почему бы и нет, для кого-то это будет актуально, прийти, посмотреть, да, человек оставляет о себе существующую относительно реальности информацию, там, была замужем, не была, есть у него дети или нет, кем он работает, Почему бы и нет? А вот классические сайты знакомств, много ли там иллюзий, много ли там вот всяких приукрашиваний? Вот часто ли бывает такое, что люди разочаровываются, вот вроде бы так хорошо рассказывали все на свидание, а вот... А он котов не любит. Ага. Ну, мы, я понимаю, о чем вы говорите, но опять же это про гарантии, что вот если человек что-то максимально полно о себе написал, все, мы точно знаем, куда мы идем. Мы идем, а с кем мы будем. А у человека голос звучит по-другому, ребята, а у человека взгляд, вот не такой, понимаете, мы же не можем выбирать только относительно кредитной истории, относительно... Не ёкнуло, может быть. Да, не ёкнуло, поэтому почему нет? Иллюзии есть всегда. Как только мы начинаем выстраивать какие-то симпатические, простите за такое слово, но я думаю, что оно понятное, отношения с каким-либо человеком в своей голове, мне кажется, кто-то на меня так посмотрел или кому-то кажется, что я как-то так посмотрела. То есть вот здесь уже рождаются иллюзии. Это почва для иллюзий. Я вот сам лично никогда не сидел ни на каких сайтах знакомств. Не знаю, как там... Ну ладно, знаю, как работает, но не сидел. Да ладно, ну и сидел тоже. Есть ли вообще, может, какая-нибудь статистика, насколько успешно складываются отношения тех, кто... Да, потому что, казалось бы, в интернете-то людей вот столько. И попробуй из всех вот этих фотографий, что вот вторая половинка. Понимаете, все... Вот этот вопрос, это суперпопулярный вопрос к психологу, мне кажется, везде и всегда. Это опять же про гарантии. Друзья мои, по фотографии невозможно опознать свою вторую половинку. Мы можем прекрасно... Вот статистики как таковой идеальных успешных отношений, ее нет и быть не может, потому что люди могут попереписываться, расстаться, не понравиться друг другу в переписке. Через полгода в реальной жизни встретиться. Раз, два, три сходить на свидание. Это мало для того, чтобы понять, что перед тобой за человек. Вот это надо вот услышать немножко. Вот. А потом через какое-то время встретиться, но это уже будет история же не про знакомство на сайте, знакомство. Понимаете? Это очень интересно. Вот слово половинка, половинка, вот вы говорите, и я вот думаю о том, что, ну вот, все постоянно говорят о том, что вот кто-то ищет свою вторую половинку, а я вот думаю, а я же вот, ну, как бы, я не половинка, я целый. Может быть, в этом, как бы, нюанс заключается, что люди ищут какую-то половинку, которая вот к ним вот как-то вот пристыкуется, и вот к ним будет подходить исключительно их каким-то ожиданием, представлением, да, и вот этот вот человек будет вот такой. А потом возникают какие-то обманутые ожидания, потому что там же тоже целый человек со своими какими-то там историями, тараканами. Да, возникают, и поэтому нам нужно в определенный момент из виртуальной реальности переместиться в реальную реальность и общаться уже фейс-то-фейс с живым человеком, понимаете? Да, и поэтому вот у нас очень быстро обычно все как-то развиваются, как-то события сейчас, какие-то рекомендации по построению отношений, но все-таки нужно общаться. Прежде чем идти регистрировать эти отношения или прежде чем съезжаться в одну квартиру, нужно достаточное количество времени дать, в первую очередь, себе пообщаться с этим человеком. А вот достаточно это сколько? О, это невозможно. Ну вот ни на первом, ни на пятом свидании однозначно это недостаточно. Для этого недостаточно времени. Вот, но объявлять злом сайт знакомств, куда люди приходят, просто вот действительно каким-то образом потренировать свой навык знакомства, потому что в реальной жизни это катастрофически тяжело сделать. Подойти, сказать, привет, меня зовут, ну там как-то, вы такая приятная, хотел бы с вами познакомиться. Как вы отреагируете на это? Конечно, отрицательно и достаточно агрессивно. Мы скажем, сейчас тут все будут подходить, да, вот, а когда человек приходит все-таки в виртуале, да, это гораздо проще сделать и гораздо проще разрешить себе ответить на привет. Да, и поэтому вот сейчас закончу свою мысль. Два варианта, да, либо это вот про какие-то рассказы про кредитную историю, это одна история, это тоже имеет место быть. Совершенно другая история, когда человек полно на госуслугах оставляет о себе информацию, это тоже хорошо. Ну, по крайней мере, здесь мы точно уверены в том, что информация о человеке, которую мы видим в открытом доступе на госуслуги, точнее в той части госуслуг, которая условно посвящена знакомствам, да, она абсолютно достоверна, она проверена. Это большой плюс, это большой плюс. А почему бы и нет? Почему бы и нет, да. Поэтому Виталию Милонову я говорю, наверное, да. О, это бывает не всегда. Далеко. Идея неплохая. Я за выбор и я за безопасность. В общем, счастья абсолютно всем, кто ищет свою половинку или отдельного целого человека. Пусть у вас все получится и вы действительно найдете того, кто вам нужен в жизни и кого вы искали. У нас в гостях была Алена Наумова, психолог. Алена Наумова, психолог.